Слава Господу, братья и сестры! Да? Мы два месяца назад виделись с вами здесь? Два месяца назад мы виделись с вами здесь, и как раз вот это откровение, о котором Света упоминала, что про Омск, ну просто мы курируем это место. Хочу засвидетельствовать несколько буквально слов. Спасибо. Спасибо. И было немного мучительно нам от того, что это служение, это место осталось без служителя, и для меня это было очень тяжело и больно, потому что я думал, кого послать. Сестры там одни прорывают, знаете, такие стойкие сестры. Хорошо, когда сестры стойкие. И они собирались там, значит, присылали мне фотографии, ну, своя тень, фотография горницы, когда она фотографирует свою тень с поднятой рукой, и ты понимаешь, что там, значит, это жизнь есть. Да? И два месяца назад мы, когда были здесь, это было как раз 17-18 марта, было то откровение, когда, чтобы братья и сестры из Новосибирска и Челябинска дали, значит, послали людей в Омск, потому что там много людей, нуждающихся в Господе. Вот так было сказано в том откровении, и там было сказано, там была моя цитата, «Дух Святой слышит меня», особенно то, когда я ворчу, потому что там была цитата моего ворчания, что мне некого послать, вот, и это мне было очень… Это коснулось так сильно, братья, не представляете. Я думаю, что в Библии написано, что Бог слышит молитвы, вот, но если Он слышит, как я ворчу, то, значит, я верю, что молитвы тем более слышат. Вот, и вот здесь мы это услышали, я приехал в Новосибирск, думаю, Господь, кого мне послать? Потому что мысль-то, ну, ты, конечно, окрылен, откровение. И я тоже призвал, мы с Андреем поговорили, призвал, вот, вышла Сестра Света, одна, ну, типа, давайте на миссию брать, а кто хочет на миссию? Сестры. И вышла Сестра Света, и я подумал, Господь, а я так и думал, честно говоря, что она одна выйдет. Я где-то, где-то в глубине души, я надеялся на большее, потому что когда-то я тоже вышел, понимаете? Прорываясь через свое непонимание, через свое, куда я из своего города поеду, как же моя мама, как же моя папа, как же моя квартира, как все мое, там, ну, там, все там, дети маленькие у нас двое тогда было. Тоже когда-то вышел, перешагнул через стоящую перед нами скамейку, и все пошло по-другому в жизни. Поэтому я думал, что будет больше, но вышла Света, и вот смотрите, два месяца, братья, два месяца, еще я думаю, что братья будут свидетельствовать с Омска, которая с Челябинска, да, которые поехали туда. Говорю, взгляд со стороны Востока, а ваш взгляд на Омск со стороны Запада, да, вот. И мы видим, что, как закрутилось все, да, я действительно звоню, и как дела? Подозрительно хорошо. Все в порядке, я летаю, Господь со мной. Думаю, Господи, мы всего-навсего были послушны откровению. Подумайте просто. Послушны откровению. Это же музыка. Это же поэзия. Слышите? Быть послушным откровению. Это ты ходил с ключом, перед тобой стояла дверь, ты иногда засовывал туда его, но повернуть и открыть как-то все не удосуг был, не удосуг. Как-то не получалось, чего-то не хватало. Постоянно ты где-то подтормаживал, и ты просто был послушен, открыт, просто поверни, и все заработало. Вы знаете, свитки их судьбы стали разворачиваться с другой динамикой. Их дарование, все распечатываться сейчас будут, их призвание, чудеса в их жизни пойдут, потому что они были послушны откровению, которые тоже услышали в своей жизни. И я, братья, из всего познаю, что Бог велик. И надеющиеся на Него в простоте приобщаются к этому величию. Слышите? В простоте послушан, а приобщился к величию. Пошел, сделал маленький шаг, а перешагнул в другую вселенную. Сделал просто человеческое, а стал вовлечен в Божье. И это, братья, настоящее Евангелие, вечное, как он нес вечное Евангелие, Христово, Божье Евангелие. Не просто какие-то, знаете, уже наученные технологии, человеческие там прочее. Это, я через это дивно познаю, что Господь. Не первый раз познаю, не первый раз вижу. Надеюсь, что не последний раз вижу. Но все равно каждый раз здорово. Аминь. Слава нашему Господу. Слава Господу. Я хочу засвидетельствовать. У меня есть право засвидетельствовать. У меня есть еще будет свидетельство, так что, если еще потом будет возможность, я еще скажу. Но я хочу засвидетельствовать, перед тем я буду проповедовать. В конце марта я увидел сновидение. Я увидел, что утром 9 мая прошла горница. И мы с братьями собираемся, торопимся с горницей разойтись, потому что оцепление выставляют. Ну, вот, знаете, в центре города там перекрывают все вот это вот. И там было много разных событий, несколько разных людей. Я видел там разных братьев, сестер. И я отчетливо помню, что 9 мая. Отчетливо помню, что это была горница, то есть среда. И в конце этого сновидения я торопился, ехал на мотоцикле, значит, таком военном. Я, честно говоря, мотоцикл это вообще не моя страсть. То есть, вообще не понимаю мотоцикл. Ну, братья там впечатляются, я не люблю мотоцикл. Вот, ну, мне не нравится. Я в детстве ездил на него, я помню, что такое очки, когда у тебя под очками все чисто, все остальное грязно. С отцом мы ездили, и я, как бы, мне хватило. Вот. И я вижу сестру, которая начинает, мы, говорим, планируем евангелизацию. И она мне говорит, я говорю, а куда надо ехать? И она мне говорит, так нам же надо ехать в деревню Русская, немецкого района. Я говорю, ух ты, интересно, 9 мая как раз надо в немецкий район ехать. И говорю там, это еще раз, ну, короче, там, я людей видел со своей церкви. Я просыпаюсь, записываю этот сон, и еду потом в школу Володивосток, нахожусь там. И я понимаю, что 9 мая после горницы мы собирались поехать на евангелизацию в немецкий район. Я, честно говоря, никогда не знал, вы знаете, что есть немецкий район? В России есть немецкий район. Нет, не немецкий, немецкий. Я никогда в жизни не слышал, что он есть. Я зашел в гугл, обнаружил, что в Алтайском крае, 350 километров от Новосибирска, есть немецкий район. Я думал, господи, что происходит? Я начал искать деревню русская. Я перерыл все. Я слазил, нету такого названия. Думал, ну, может быть, древнерусская, может быть, какая-нибудь российская. Я пошел в музей, я нашел старые карты, думал, может быть, там есть деревня русская. Ничего нет. Смотрел карты 30-х годов, ну, может, переименовали, сейчас нету. Стал разлазить по справочникам. Вот, ну, это было, еще Екатерина переселила сюда немцев, в Алтайский край. И они здесь жили, до сих пор там они живут. Я вернулся с Владивостока, понимая, что ближайшие выходные после 9 мая нам нужно ехать в немецкий район. 9 мая в этом году выпала на среду. После горницы мы помолились. И в ближайшие выходные, потому что надо, чтобы было пару дней, мы поехали в немецкий район. Я взял людей, которые были в моем откровении, в сновидении. И еще там взял. И мы поехали. Господи, куда мы едем? Ну, вы сейчас ждете чудо, да? Вот и я еду. Вдруг я ближе к вечеру. Мы там, брат с работы, значит, поэтому мы выехали поздноватенько. Так, въезжаем в деревню Хабары. Хабарского района. О, думаю, господи, чудеса начинаются. Мы остановимся здесь ночевать, думаю. Надо хабаровским духом пропитаться. Они же замолились за нас на конференции. Надо пропитаться. Надо, чтобы это было. Хабаровский район, Хабарский район, деревня Хабары, Хабарского района Алтайского края. Я сфотографировался, вот эти таблички, что-то администрация. Мы провели там ночь, вставали там, естественно, все. Ничего не происходит. Мы поехали дальше. Приехали в немецкий район, сфотографировались. Вот немецкий район. Поехали в одну деревню, в центр. Пошли там музей закрыт, туда-сюда. Поехали в другую, в третью. Я понимаю, что что-то не срастается. Что-то не то. А еще после этого я забыл сказать, что я услышал имя. Однажды после горницы. Ну, короче, ладно, долго рассказывать. Мы ходили, 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 ходили. И вдруг я понимаю, мы сели, когда общаться с моими братьями и сестрами. Я вдруг понимаю, что что-то мы перепутали. Я хожу по деревне и жду чуда. Я хожу по деревне и жду знамений. А в сне было сказано, вам надо ехать на евангелизацию. И вы знаете, и нас прошибло, что мы стали искать вот этих вот, ну, волшебства, волшебных встреч, волшебных чудес. Я не против. Возможно, у кого-то это будет. Возможно, и у нас так будет. Дай Бог, не вопрос. Но в сновидении и в Евангелии было сказано, что надо ходить на евангелизацию. И мы просто стали ходить и благовествовать. В одной деревне немец там покаялся. В другой деревне там еще пара покаялась. Мы ходили, благовествовали. И вы знаете, мы такие... Это было неделю назад, кстати, всего. Получается, да. Неделю назад. Ой, Боже, вселенная уже перевернулась с тех пор. Была пятница, суббота на прошлой неделе. И мы ходили, благовествовали. И я вас, братья и сестры, вот хочу просто засвидетельствовать. Господь нас послал благовествовать. Это оказывается так просто. Но у нас мы такие окрыленные. С этим пониманием возвращались. Мы видели брошенные деревни. Знаете, я подошел к церкви там. Ну, немецкая, лютеранская церковь, католическая. Встретил немца с Германией. Откуда он там взялся? Русских немцев. Я говорю, в церковь хочу пойти. Они говорят, она не работает. Брошенные деревни. Ну, знаете, никто ничего не слышал. Про Бога не знают. И я хочу засвидетельствовать, братья, что хорошо ездить на евангелизацию. И Бог нас посылает на евангелизацию. Я чувствую, что у меня Бог светильник поправил. В хорошем смысле. Да, светильник. Мой фонарик стал гореть в правильную сторону. Чтобы не подражать кому-то. Понимаете? Не искать, что у тебя будет работать. Я понял, что в какой-то момент времени я ищу того, о чем я буду рассказывать. Чтобы это кого-то впечатлило. А Бог нас послал евангелизировать. Аллилуйя. А можем мы помолиться за немецкий район? Вы же никогда не молились за немецкий район Алтайского края? Никогда в жизни. И я никогда в жизни не молился до того. Давайте помолимся. Все так в простоте. Как вам удобно? Просто за этих людей. Кто-то из них покаялся. Кто-то из них просто слышал евангелие. Мы молились в шести деревнях немецкого района. И я хотел бы несколько слов сказать. Потому что сейчас такое время. И вот мы были тоже во Владивостоке с братьями. Я там около месяца, чуть меньше месяца. Побыл там три с чем-то недели. На самом деле, пребывая у колодца. Христос тоже ходил к колодцам. Иаков ходил к колодцам. Авраам с Исааком выкапывали колодцы. Целое вообще просто. Огромное. Можно говорить об этом много. И я на самом деле чувствовал себя, что я тоже припал к колодцу. Потому что так важно пить воду, которую еще никто не пил. Оттуда. От самого этого. И я переживал большое благословение. Я думаю, что отчасти почему Света и почему Омск переживал благословение. Потому что мы там пили благословение. Понимаете? И у Бога нет территориальности. У Бога есть духовные связи. И если мы с ней вовлечены в единое, очень близкое общение Духа. Не важно, что я был во Владивостоке, а она уже поехала в Омск. Мы связаны. Понимаете? Мы связаны близкими взаимоскрепляющими связями. Между нами нет лишних звеньев, передачи через которые теряют энергию. Мы близко вовлечены. Поэтому если у тебя далекая связь с теми людьми, которые важны, постарайся сократить дистанцию духовную. Слышите? Потому что звенья теряют энергию. Лишние звенья, пустые. Иногда надо прорываться к тому, паучок цепляется лапками, да, и бывает в царских чертогах. Иногда надо умудряться, стараться, прорываться, пробиваться, чтобы пить воду почище. Чтобы у тебя было самое главное. Поэтому, слава Богу, есть интернет, когда мы слушаем пробоведи, можем слушать, ну и так далее. Вот. И мы сейчас говорим тоже, там говорили о священстве. И я тоже хотел поделиться о святилище и зачитать из Псалма. И однажды Давид, который писал Псалмы, сказал так, 62-й Псалом. Давайте, можете прочитать, можете на память, я думаю, что известное местописание. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой и ссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Аллилуйя. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Сейчас время, когда мы много говорим о святилище. Бог занимается устройством святилища. Как только Бог дал откровение о заповедях на горе Синай, там на Хариве. Это 20 глава Исхода. Последние главы Исхода посвящены чему? Бог начал строить себе святилище. И Он говорит, как надо оборудовать его. Как вот это, как вот это. И когда человек рождается и человек начинает быть человеком святилище, вы знаете, это особенная природа. Это особенное восприятие. Потому что в святилище все по-другому. Висят шкуры, висят полотнища какие-то. Там какой-то, ну там стоит ковчег завета. Стоит запах лампадного, вот это масло горящего, да, светильника. Хлебы там предложения, если мы уже говорим, когда оно все было устроено. Там, за бортом, встанет всегда какая-то суета. Но ты перешагиваешь через порог святилища. И ты обнаружишь себя совсем в другом мире. В других запахах. В другом окружении, визуальном окружении. И сегодня, братья, я уверен, что как только Бог нас спасает и учит нас чему-то своему главному. Ну, о заповеди это самое начало, да, главного. Бог хочет, чтобы мы стали людьми его присутствия. Святилище. Чтобы мы могли, во-первых, делать разницу между семьей. Жену-то в святилище не возьмешь. Да? Детей ты с собой туда не поверишь. Нельзя. Это твое святилище. Конечно, сейчас мы говорим о другом святилище. Святилище нашего восприятия. Потому что для нас святилище, мы его строим из тех святынь, которые нас окружают. Ты делаешь себе святыню, например, собрания. Святыню братства. Святыню послушания духу, откровению. Святыню слова. Святыня молитвы. И ты окружаешь, делаешь себе святилище, которое в зависимости от твоего выбора может быть более богатым. Или скудным, немощным. Понимаете? И когда в нашем святилище мало святынь, то и жизнь наша тоже бедна. Но я о другом хотел сказать. Потому что Давид говорит здесь о том, что однажды он был во святилище. И меня на самом деле это слово немножечко смущает. Потому что Давид был из колена Иуды. А в святилище могли ходить только сыны Левия. Более того, Левиты, потомки Аарона. Но Давид говорит, я был во святилище. И вы знаете, там есть история. Я могу вот так, мы можем туда проникать, в Библию. Изыскивать там вот эти истории, что, видимо, Давид очень сильно хотел быть во святилище. Очень сильно хотел быть во святилище. Он хотел прикоснуться. Но ему не позволяла природа его родословной. Да? В посланнике евреям написано, что Господь наш воссиял из колена Иуды. О чем, про колено, про которое ничего не сказано о священстве. Смотрите, какая большая дилемма. Представьте Давида, который хочет все от Бога, а в святилище ему нельзя. И он смотрит на Левита, может быть, человека не самого такого, не самого эдакого, который ходит туда, прикасается, служит, через это сопричастен к каким-то божественным вещам. А перед Давидом лежит преграда, которая невозможна перейти. Ты не из того колена. Помните, что сделал Давид? Он построил свое святилище. Скиния Давидова. Сначала он понес ковчег. Он подумал, что ничего, мы прорвемся, сделал совещание лидерскую. Но Оза умер. И он испугался. Он понял, что он прикасается к тем вещам, которые нельзя. И тогда он сделал свое святилище. Скинию Давидову. Центром которой было не жертвоприношение, а хвала Господу. Потому что хвалить Господа можно всем. И он сделал там череду. Я думаю, что священники Левия думали, что за, как это называется, конкурент. Что за конкурент. Мы тут раз в год, то и то. А он сделал свою скинию. И сделал там поклонение. И сделал там устройство. В любом случае, я понимаю, что он стал человеком святилища. И вы знаете, братья, нам нужно стать людьми святилища. Очень хорошо, когда мы люди святилища. Когда, знаете, человека святилища видно. Ну, тот, кто был во святилище, тот чувствует того, кто тоже был во святилище. Особенно, если ты недавно был во святилище. Там запах есть. Ты вышел туда, щуришься. Ты вышел из темноты, из полумрака этого всего. То ты выходишь, и ты немножечко как бы... Тебя шокирует яркий блеск этого мира. Ты немножечко осторожничаешь. Ты так будешь... Ну, ты из святилища вышел. Ты пришел с молитвы. Ты пришел оттуда, где не суетятся. Где неважно, там ничего не видно. Это святилище. Братья, Бог хочет, чтобы мы были людьми святилища. Аминь. Понимаете? Ты должен туда входить. Но вы знаете, Давид в этом месте пишет эту ясную историю. Он говорит, Бог, я однажды тебя там видел. Недавно я спросил у своих братьев. Братья, кто видел Бога? Я знаю людей, которые говорят, что они видели Бога. Вот я лично Бога не видел. Мы все соприкасаемся с Ним так или иначе. В слове, в духе, в служении, в людях мы видим Бога. Но я думаю, что Давид имел в виду что-то очень кардинально другое. Он не просто увидел яркий свет на лампаде и сказал, о, это Господь. Он говорит, Господь, я видел Тебя. Мы с, ну иными словами, мы с Тобой там виделись в святилище. Бог помнишь? Мы с Тобой виделись в святилище. Братья, вторая вещь, ну так, нумеруя, если мы станем людьми святилища и туда приблизимся, как будет важно их сильно, если мы там будем с Богом встречаться. Сегодня очень много людей, которые служат Господу. Много? Знаете, я в братстве, ну, слышу постоянно там, да он служитель. У нас там служитель там. Как служитель? В смысле служитель? Ну, он там в рип-центре помогает. И ты думаешь, ну, как-то так все размывается, так терминология какая-то так вот сильно становится размытой. Мы же называемся служителями тех, кто, ну, как бы, курил недавно там, ну, или что-то он еще там делал. Ну, почему? Потом он помогает. Или там, давайте засвидетельствуем о славе Божьей. Ты думаешь, ну, тогда должна быть слава, а не просто какое-то яркое событие. Есть большая разница между ярким событием в твоей жизни и славой Божьей. И было бы неправильно называть славой Божьей просто то, что тебя впечатлило. Пусть Бог об этом скажет, это моя слава. Я думаю, что есть много людей, которые служат в святилище, и даже сейчас они входят, стараются, приносят труды свои, трудятся, да? Но как много из них никогда не встречались там с Богом. Аминь. Понимаете? Он служит, у него есть свои череды, у него есть свои ответственности, у него есть свои победы, у него есть свои жертвы. Потому что когда-то он бросил, оставил больную жену, чтобы прийти вовремя. Когда-то ребенок болел, а он на ячейку пришел. Молодец, молодец, это хорошо ты делаешь. Но, братья, Давид говорит, Бог, однажды я там с тобой встретился. Представь-то, насколько изменится жизнь человека, если он встретится с Богом. Представь, насколько твоя жизнь будет изменена, если в том, что ты делаешь, в твоем святилище, в твоем служении, ты переживешь встречу с Богом. Я думаю, братья, нам надо... Ну, нормальная христианская душа жаждет этого. Нормальная христианская душа томится, когда этот уже сказал, и тот уже засвидетельствовал. А оттуда есть слух, а из Красноярска так вообще уже, ну, просто в вести, что есть встреча с Богом. А у тебя пока еще не было. Тебе нечем поделиться. Ты можешь рассказать о том, как ты трудился, но тебе нечего сказать по поводу встречи. Вот сегодня утром мы сидели у Андрея дома, и я разговаривал с его тестем и с тещей. Я с ними хорошо знаком, мы когда-то жили тоже в одном городе. Он говорит, наверное, что-то там есть. Ну, про Бога. Я говорю, ну, как, наверное, я с ним знаком. Для меня это, наверное, не становится, ну, возможностью, да? То есть, если у грешника спросить, а есть вероятность у атеиста, что ты ошибаешься? Любой атеист скажет, ну, возможно, я ошибаюсь. Но христианин скажет как? Невозможно, чтобы я ошибся. Я с ним знаком. Понимаете? Если я с ним знаком, то когда мне про него говорят неправильно, я скажу, нет, он не такой. Какой? А вот такой. С чего ты такой уверенный? Я с ним знаком. Встреча с Богом – это хорошее знакомство. Братья, если мы будем служить Богу, а еще и встретимся с Ним во святилище, представьте, как все изменится. Ты выйдешь из этой встречи другим человеком. И, возможно, где-то так же блеют овцы, где-то так же мычат коровы, твоя соседка такая же сварливая, у тебя те же самые проблемы в жизни, которые тебе надо решать, но ты, пережив эту встречу, выходишь совсем другим человеком, потому что ты встретился с Богом. Тебе захочется потом туда вернуться. Да? Потому что, Господи, я пережил там встречу. Я помню, однажды я молился, еще жил в другом городе, и мы там сделали ифафу первый раз, и я открывал ее ночную смену, череду. Я помню, вот первый раз, я сказал, братья, все, будем молиться по три часа, распределил там, разделили я. Остался там и вот утро, я молился три часа, я понимаю, что я переживаю близость, и я понимаю, что я не хочу уходить. А куда? Я лежу на полу, я понимаю, что он здесь, я понимаю, что мне надо идти, потому что горница через полчаса уже, потому что я уже, ну там, а куда? А куда, Господи? Ты здесь, куда идти? Я думаю, Господи, говорю, прости, горница через полчаса. Если я не приду на горницу, меня не поймут. Мне надо ехать, Господи. Прости. Я пошел на горницу. Господи, говорю, горница тут. И ты понимаешь, что весь мир как будто изменился. Все по-другому, потому что ты видел его во святилище. Но меня удивляет этот человек, вот этот Давид, потому что он пишет псалом в пустыне Иудейской. Что такое пустыня? Неважно какая, пустыня. И он говорит, Бог, я когда-то был во святилище. Бог, я когда-то там с тобой встретился. Ну вы читали о чем этот стат? Я хочу видеть тебя так же тут. Да, я имел встречу с тобой в святилище, но сейчас моя душа томится в этой пустыне, сухой, безводной и сохшей, да? Потому что дай мне здесь видеть твою славу и силу, как я видел тебя во святилище. И я думаю, что вот этот удивительный человек так предвосхищал вот тот новый завет, в котором мы сегодня живем. Потому что наше-то желание, ну нормальное, не бежать куда-то, чтобы там тебе там было хорошо с Богом, а разорвать эту завесу, да? Чтобы его слава вышла, пошла по этим пустыням, которые окружают это святилище. И ты едешь в этот немецкий район, где все священники побросали, эти церкви стоят заколоченные, лютеранские там всякие разные, которым там лет сто, там двести церквям. Говорит, она работает по субботам, не будет она работать. А там вообще ничего же нет. Или в какое-то другое место, да? Фомск, Мансийск, Ханты, те другие, третьи. Ты идешь по этим пустыням, братья, потому что его слава должна потечь туда. Аминь. Смотрите, о чем Псалом. Он говорит, я видел тебя во святилище, а теперь я хочу видеть твою славу и силу здесь. Меня очень сильно касается это слово. Я вдруг понял, что я, ну вот, но меня коснулось это слово, понимаете, да? Это то, ради чего мы и здесь вот находимся, ради чего мы ездим по этим городам, ради чего мы двигаемся вот туда-сюда, в третье, пятое, десятое место, чтобы сила его и слава пошла дальше по этим пустыням. К тебе придут люди, знаешь, это не люди, это пустыни, иссохшие под зноем души. Господи, я хочу видеть тебя в нем, как я видел тебя когда-то там. Приезжаешь в какую-то деревню, да? Как здесь можно что-то преобразить? Пустыня, как сестра сказала, работа и пьянка. Все. Бог, я хочу видеть тебя в этом свете. В этой пустыне, как я видел тебя во святилище. Аллилуйя.